Образ российского десантника 21 века Возможности появились, во-первых, это в проходимости данной машины, скоростные качества, максимальный дорожный просвет позволяет данной машине проходить высокие бугры, снежные покровы, песчаность. Вооружение позволяет вести огонь на максимальных дальностях 100-мм оружием, осколочно-фугасным зарядом, а также 30-мм вооружением. Для службы на новых машинах их экипажи прошли специальную подготовку в Омске, а накануне некоторые из ракушек и бахчей уже прошли обкатку на полигоне Поливна. Вручать БМД-4М и БТР МДМ ульяновским десантникам приехал лично командующий ВДВ Андрей Сердюков, заступивший на эту должность осенью прошлого года. Андрей Николаевич не только торжественно передал БМД и БТР экипажам, но и осмотрел выступы современных образцов техники и вооружения. Я вам хочу еще вот что сказать. Что нужно доработать? Доработать, во-первых, вот это ничего не должно торчать. Ну это да, да, это я согласен. Вы видели американские приборы? Видели, да, вот что там. Нет, у них на вооружении морской приборы. Ну я видел, да. Бинокль, он, во-первых, по весу. Ну да, полегче. Полегче. Полегче приборы. Да, да. Флеровский и прочее, да. Он очень удобный, понимаете. Он в руках удобный. Но эргономика там лучше. Там вот. Это все выстекает из-за того, что при написании ТЗ это все надо учитывать. Мы готовы все доработать. Командующий ВДВ останавливался практически возле каждого стола, чтобы лично ознакомиться с оружием и оборудованием, которое, в случае надобности, нужно будет использовать десантникам в бою. Гумерант, фурганец, армата под БМД-4, значит, с полями зрения от 2 до 6 и более градусов, с чувствительностью в районе 30 мкм. То есть 0,03 градуса они все как бы чувствуют. Вместе с генералом Сердюковым в Ульянск приехала целая делегация высокопоставленных лиц из федерального центра. Это и первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, председатель ДСААФ Александр Калмаков и другие люди, отвечающие за оборону России. Вместе с военными и губернатором Сергеем Морозовым они смогли оценить технику и оружие ульянских десантников. Когда мы проходили, сегодня осматривали технику, герой Советского Союза, генерал-полковник, мой командир, когда-то в 345-го отдельно парашютно-десантного полка, Валерий Александрович Вастротин сказал, когда мы рассматривали, говорит, вот бы нам, Франция, такую технику там, в Афганистане, да, много людей мы сохранили бы, будь у нас такая техника. И сегодня, глядя на то, ребята, что вы получаете, я хочу с полной ответственностью сказать, такой техники, которую сегодня получили десантники 31-й бригады, ни в одной стране мира нет. Кроме брони и современных технологий, экипажи и десант Бахчей и Ракушек теперь будут охранять еще и высшие силы. Выставленные на плацу боевые машины представители православного духовенства окропили святой водой. Но все-таки десантники – это в первую очередь не техника, а люди. И тем из них, кто в последнее время проявил особую смелость, Андрей Сердюков вручил ордена и медали. Получили свои награды из рук командующего ВДВ и совсем юные суворовцы, которые отстаивали честь голубых беретов в играх КВН. Поздравляю тебя! Кстати, дата для передачи новой техники была выбрана не случайно. 1 мая будет отмечаться 19 лет с того дня, как 104-я воздушно-десантная дивизия стала 31-й бригадой. Можно сказать, это был своего рода подарок от командования на день рождения дивизии. Но, по словам Сердюкова, эти машины были не последними, что поступили в бригаду в 2017 году. В этом году еще один боевой комплект, еще один батальон десантно-штурмовый получит промышленности и будет осваивать при проведении занятий боевой подготовки. Это все проводится планово. Но не только поступление вооружения, военно-специальной техники. Это целая комплексная программа по перевооружению. Это все синхронизировано, в том числе и с поставкой войска новых тренажеров для освоения этой техники. Это и строительство новой инфраструктуры. В частности, вы знаете, в этой бригаде идет активное строительство. И в этом году мы планируем завершить объекты, которые были начаты год назад. Кроме этого, идет активное строительство инфраструктуры для семей военнослужащих, в том числе и для военнослужащих по контракту. Делается очень много планово и уверен, что никаких срывов, перебоев не будет допущено. И мы выйдем на новый качественный уровень. В следующем же году бригада будет отмечать свое 20-летие. И, по словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, уже есть планы, как отметить этот юбилей. В самое ближайшее время, мы согласуем это с командующим, будет принято соответствующее распоряжение правительства Ульяновской области о подготовке к юбилейному 2020 году бригада. И там у нас планируется достаточно большое количество мероприятий, в том числе решение вопросов социально-бытовых. Каждый десантникам предстоит окончательно освоиться на новых боевых машинах, и, если потребуется, отправиться на них выполнять боевое задание. Игорь Улитин, Юрий Коникин, Ульяновская правда.